Врачи Новосибирской области стали чаще проводить малоинвазивные операции. Хирургическое вмешательство без скальпеля гарантированно сокращает сроки восстановления. Тема продолжит Наталья Цопина. Ехал за рулем на большой скорости. Автомобиль отбросило воздушным потоком от фуры. У двух друзей ни одной царапины. Азамаджи провел два месяца в коме. Результатом длительной вентиляции легких стал рубцовый стеноз трахеи. Просвет сузился. Пациент дышал с трудом. Врачи решили установить стенд. Мне ничего. Горло не резали, не смотрели. Дыр не оставалось. Большой. Но без разрезов. Постали стенд. После стентирования у меня стало лучше. Стенд – конструкция, которая раздвигает трахею, чтобы человек мог спокойно дышать и вести привычный образ жизни. Практически у 70% пациентов со временем просвет становится достаточным для дыхания. В понедельник Азамаду стенд уберут. В областной больнице сделали больше 50 таких операций. Эндоскопические технологии таракальные хирурги начали внедрять в 2016-м. В прошлом году количество малотравматичных вмешательств увеличили в два, а по некоторым заболеваниям – в три раза. То есть это, в принципе, такая маленькая победа, о которой, в общем-то, можно говорить, потому что действительно получается, что на территории Новосибирской области это единственный стационар, который оказывает эту помощь. Кроме того, мы оказывали эту помощь в системе ВМП. Высокотехнологичная медицинская помощь становится россиянам доступней. Число больных, которых вылечили по квотам, с 2005 года выросло в 16 раз – с 60 тысяч до почти миллиона пациентов. Наталья Цопина, Николай Лещев, Новости ОТС.